Еще раз всем Хак Самех! И я думаю, что это здорово. Я прямо Митрагеш взволнован, что мы в такой день собрались все вместе. И много раз мы уже учили... А, есть микрофоны? И много раз мы уже учили, что Хак Шавуот, праздник Шавуот, или Пятьдесятница, или праздник Декурим, от слова первенцы или избранные. Это особенный день, когда Господь особенным образом открывается тем, кто ищет Его. Есть ли здесь среди нас те, кто Его ищет? Это вопрос большой. Если есть, то нету никаких сфикот, нет никаких сомнений, что вы сможете найти нечто важное. И даже если некоторые из вас немножко скепти, скептически смотрят, это не так страшно. Потому что, когда Господь проявляется, Он проявляется даже для скептиков. Был такой большой скептик Фома, Томас. И Бог проговорил к нему таким образом, что там весь скептицизм ушел. Итак, этот праздник для всех. Для тех, кто ищет, и для тех, кто скептик, но тоже ищет. Несколько дней назад Эфраем и Вета были у нас дома. И мы молились. И вот стихи, которые я хочу прочитать, которые там во время молитвы пришли нам. Я думаю, для всех из нас будет важно их услышать. Я прошу сразу всех, дети, которые возле вас, пожалуйста, тихо. И давайте сейчас мы обратимся немножко во внимание и войдем в праздник. Кстати, группа прославления уже может выйти на сцену, потому что мы хотим поклониться Богу с трепетом, призывая Его. Две тысячи лет назад, когда ученики Ешуа с трепетом ожидали, то Писание говорит, что доожидались. И Руаха Кодиш пришел. Четыре тысячи лет назад, когда Ам Исраэль стоял возле горы, Синай ожидали и тоже доожидались. Тура, основы закона Божьего, на котором стоит все мироздание, был дан им и до сегодняшнего дня действует и актуален. Ну вот я прочитаю из книги Царств. Все помнят такого человека по имени Самуил или Шмуэль? Кто помнит? Помните, он был молодой мамой, то есть ребенком его передали в храм, он подрос немного, был мамаш, молодой парнишка. И третья глава первой книги Царств говорит следующие слова. Если можно высветить эти стихи. Первая Царств, третья глава. С первого стиха. Отрак Шмуэль или Самуил. Слово Самуил обозначает услышал Бог. Шмуэль. Шамаэль. Бог услышал. Отрак Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни. Видения были нечисты. И было в то время, когда Илий спал на своем месте, и глаза его стали слепаться, он не мог видеть. А светильник Божий еще не погас. И Шмуэль. Это третий стих. Лежал в храме Господнем, где ковчег. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он, вот я. Он подумал, что Илия его зовет. Он побежал к Илие. И сказал, ты звал меня? Он сказал, нет, нет, иди назад, наверное, тебе показалось. Он пошел и лег. Шестой стих. Но Господь в другой раз возвал к Самуилу. Он встал, пришел к Илии вторично и сказал, ты звал меня? А тот сказал, нет, я не звал, иди. Пойди назад, ложись. И стих седьмой. Самуил еще не знал тогда голоса Господа. И еще не открывалось ему слово Господне. Вы знаете, здесь в основном все мы люди верующие. И подобно Самуилу, Шмуэлю, даже пытаемся служить Богу, находимся в храме. Но у меня постоянно такое сильное ощущение, что подобно Самуилу, хоть он был отрок, а многие из нас уже далеко не отроки, голоса Божьего мы знаем с трудом. Понимаете, о чем я говорю? Знаем его или знаем о нем? Но конкретно знаем его с трудом. Это сегодня классическое лицо многих верующих. Очень много людей сегодня стали практически номинальными людьми. Номинальными верующими. Ну, приходим, нам здорово вместе. Но вот чтобы почувствовать. Знаете, некоторые люди, особенно в 50-ническом, вы знаете, некоторые знают, что такое 50-ническое. И некоторые нет, но не важно. Они говорят, вот пророчество и все такое. Вот я был недавно среди таких людей, я спрашивал, как там пророки есть, нету. Они говорят, ничего не слышно такого. То же самое, что здесь написано. Видений не было, пророчеств не было. Люди становились номинальными и не знали голоса Божьего. Я очень надеюсь, что одна из основных молитв сегодня для нас будет. Бог, пожалуйста, обнови наши дни, как прежде, и начни разговаривать с нами, потому что иначе мы все превратимся в сухое состояние. Не хочется быть в сухом, хочется быть в живом. У нас есть пояснение слова, мы знаем Писание более-менее, но нам нужен твой глаз и твое дыхание. Небесный Отец, я обращаюсь к Тебе и прошу Тебя, чтобы Ты говорил с нами сегодня. У нас намечено несколько коротких проповедей. Мы будем немного петь, но это все вокруг. А мы призываем Тебя, Небесный Отец, чтобы услышать Твой голос, чтобы почувствовать Тебя, говорящего к нам и изливающего жизнь на то немножко осушенное состояние, в котором мы часто пребываем. Я благодарю Тебя, Господь, за день сей, Муэль, да, которую Ты определил тысячелетия назад, и мы сегодня, мы не гордимся, но очень радуемся, что мы можем исполнить Твою заповедь. Написано, кто любит меня, заповедь мою соблюдет. И мы хотим соблюсти эту заповедь, собраться, чтобы поклониться Тебе. Мы просим, чтобы рух обмотишь дышал, давая нам переживания, обновляя нас. Неверующим веру, верующим тоже веру, ищущим тоже веру. Говорим к нам. Может быть, некоторые хотят укрепиться физически, все хотят всегда, таблетки пьют. Мы сегодня хотим обновления для наших душ. Мы хотим почувствовать Шавуот, мы хотим почувствовать Бекурим, мы хотим почувствовать Кацир, мы хотим почувствовать, что Ты воплощаешь Завет. Господи, мы признательны Тебе и благодарим Тебя, что и Гановы, и Хияновы, и Кииману, и Льо Мазе, что мы дожили до этого дня. Ты уберег нас, сохранил, помиловал каждого из нас. Вот еще один Шавуот 2014. И мы хотим перед Твоим лицом, Господь. Мы сегодня в темпе, решили сделать, как в некоторых других местах, сразу несколько проповедей. Все по-разному, но все об одном. Я хочу еще что-то сказать. Кто знает такое слово «чука»? Вожделение. Желание. Желание. Сильное вожделение. Вот как человек влюбился, и его заграждают руками, он все равно пытается прорваться. Влечение. Влечение. Я сделаю это. Кто-то такое в жизни когда-нибудь переживал. Не поднимайте руки, не поднимайте. Не поднимайте руки, не надо. Я хочу вам сказать несколько... Что, зря спрашивал? Не зря. По крайней мере, я обратил внимание на некоторые слова. Есть такой псалом. Царь Давид говорит. «Во грехах моих родила меня мать моя». Кто помнит этот псалом? Все. И обычное, стандартное толкование, что все люди рождаются грешными. Ну вот, человек, ребенок родился, и на нем уже грех. Кто слышал такое? Я практически уверен, что это ерунда. Это просто вот кому-то так стукнуло. Аминь. Суть, суть этого стиха совершенно другая. Если вы откроете Евангелие от Матфея, первую главу, там вы прочитаете родословие Ишуа Машиаха. Помните? Этот родил этого, этот родил этого, этот родил этого. Правильно. И там в одном стихе написано, что ВОАЗ... Давайте откроем, и я вам прочитаю, чтобы было понятнее, почему я говорю. Итак, здесь написано, пятый стих. Саумон родил ВОЗа от Рахавы. Кто-то знает, какая это Рахава? Наша Рахава. Кто слышал? Кто это Рахава? Блудница. На самом деле есть два мнения. Некоторые считают, что это та, как раз, самая Рахав, которая была блудницей, которая спрятала разведчиков израильских. Помните их, да? На самом деле, если это говорится про Турахав, то назвать ее просто блудницей, это неправильно сказать. Она была жрицей. И в тех местах, в Иерихоме, был очень развит культ плодородия. И она была не просто проституткой, которая, как в Тель-Авиве, эти визитные карточки на земле разбрасывала. Она была культовой жрицей. Но она была и священнослужителем, ну, в ихней религии, я в кавычках показываю. И была, это было как бы блудой, это было частью, поэтому ее все знали. То есть, она была там человеком немаленьким. Если это та Рахава, хотя есть некоторое мнение, что это не вполне та Рахава, но она явно была не еврейка. Вооз, или Бооз, на иврите, родил о видах Руфи. Кто-то слышал, кто такая была Руфи? Моавитянка. А Авид родил Иесея. А следующий стих, Иесей родил Давида. Проблема царя Давида была в том, что всего лишь два поколения назад в его родословной были эти две странные женщины. Одна Руфь, а другая Раав. И он поэтому говорит, во грехах моих меня родила мать моих. То есть, там не все было каше при Песах. Понимаете, о чем я говорю? Потому что моавитянка не могла войти в общество в Израиле десять поколений. То есть, рожден от моавитян там десять поколений, а здесь всего лишь два поколения. И интересно, во второй главе книги царства можете не открывать. В пятой главе, когда царь Давид царствует в Хевроне, перед тем, как его поставить царем над всем Израилем, собираются старейшины Израиля. И они его там и осуждают. И есть такой мидраж, который говорит, что когда они осуждали его и говорили, ты же не еврей. Он говорит, тогда наши прадцы тоже нет. Кого они там брали? Они же не на еврейках женились. И он просто обламывал. То есть, Руф. Я про Руф хочу говорить. Вы знаете, что традиционно на Шабуот читается книга Руд. Руф. Мы помним всю эту историю. Она вышла замуж за одного еврейского человека. По всей видимости, так говорят традиционные вещи. То есть, она ее сестра Офра. Помните? Они вышли замуж за детей одного человека. По всей видимости, этот человек был один из судей Израиля. Но на каком-то этапе он параш. Азат. Что-то сломалось у него. И он, Ярат, он уехал из Израиля. Поехал на поля Моавитские. Уехал со своими детьми. Он умер. Его дети умерли. И две женщины остались вдовами со своей свекровью. Правильно? Мара ее звали. Или Науминь. Науминь, она говорит, я Мара стала. И на каком-то этапе Науминь решает вернуться в Эр-Цесраэль. Офра остается. Интересно, что традиция говорит, что потомок Офры был Голиаф. Традиция рассказывает. И... А про Руд мы знаем, что она возвращается. И... Это как раз время, когда идет жатва. И поэтому читают этот... Эти главы во время Шавуота, потому что Шавуот, он о жатве. Но в чем там суть? Понимаете? Когда они вернулись, Руд понимала, что она вдова потенциально большого человека, стала никем. Но в ней явно пробудилось осознание великой миссии. она хотела... Помните, она говорит, твой народ будет моим народом и твой Бог... Она хотела не просто, чтобы это было словами, как сегодня описывают, это геюр совершить и присоединиться к еврейскому народу. Нет. Она хотела много больше. Она хотела влиться в этот народ и в этом народе проявить из себя нечто. У нее была невероятная чука, вожделение, чтобы, несмотря ни на что, приложиться к тому, к чему призвал Бог еще Авраама, чтобы явить народ Исраэль, из которого выйдет Машиах, который под предводительством Машиаха изменит этот мир. Совершит исправление. Не только один Машиах, пожалуйста, услышьте меня, но народ вместе с Машиахом. В Даниила написано, помните, царь Мухадоносор видел истукан и отделился камень и разбил этот истукан и пророчество сказало, это царство, которому не будет конца наполнить все. Царем этого царства является еще безусловно, но царство без людей это не царство, то есть это царство Израиля со своим царем Ешуа. И вот у Авраама была эта чука созидать этот народ. Он поэтому ушел, не останавливался, иногда ломал даже дрова. Вы понимаете, что это значит. И это же двигало потом Исхаком и Яковом. Яков переступал через некоторые вещи, даже пытался своего собственного отца обмануть, потому что у него была сильнейшая чука. Он хотел, чтобы что-то сделать полезное. У них тогда не было некоторых оград. Но слава Богу, что мы живем во времена Нового Завета. И Новый Завет нас ограждает от многих вещей неправильных, которые они делали. Рут тоже. Вы помните, чем кончилась история? Она пошла и легла с Боазом. То есть, по-человечески говоря, это практически был, ну, если не блуд, то что-то было очень пограничное. Но она чувствовала, что она хочет восстановить семя, потому что она знала про Боаза, что он из царских кровей. И оттуда должен быть ответ не только для Рецисраэля, но и для всего народа. Ее обуревало чука. И Бог исправил вещи, которые были сделаны ложно. Не дай Бог, чтобы кто-то подумал, что я вас сейчас кого-то призываю делать что-то неправильно, повторюсь. У нас есть очень сильный ограда, называется Новый Завет. Не только не согрешись с ней, даже посмотри, с вожделением уже является грехом. Но я замечаю, что многие верующие потеряли чуку. Мы потеряли желание, не останавливаясь, останавливаясь, строить царство. И вещи этого мира нас развлекают просто вот так вот. И мы просто утекаем в сторону. Когда царь Давид сказал, «Во грехах родила меня мать моя», он подразумевал, что там с родословием у него было не все в порядке, но Новый Завет говорит, что рут или рут, движимая страстным желанием восстановить царство и принести избавление, двигалось вперед. И к сожалению, многие из нас стали номинальными и потеряли чуку. Желание и вожделение двигаться, чтобы созидать. И мы не стройны в наших молитвах, мы не очень изучаем слово, мы не очень к тому, чтобы помочь ближнему нашему, и мы самое плохое не ищем от Бога водительства. Некоторые стали говорить на им их языках, и им уже стало просто фан, а, как здорово, я могу сам себе говорить. Ты можешь, но не в этом суть. Суть в том, чтобы получить от него водительство, чтобы строить что-то, чтобы предвозвещало возвращение царя. Щука двигаться вперед, и моя молитва о том, чтобы в нас поднялось вот это желание прикладываться, созидая точно так, как у Немии. Прочитайте по Немию. Написано, пришел, стал руководить, и потом он себе пишет, столько-то людей кормил, а этих, я удивляюсь этим стихам, забора дурвал, он говорит. Сейчас это сразу бы получил цюрягу, но его буревала щука, желание выстроить людей, чтобы что-то строилось. Нам не нужно опускаться до рук прикладства, у нас есть барьер, я повторюсь, этот барьер называется Бритаха Даша и Руха Кодиш, живущий в нас, Новый Завет и Божий Дух, который в нас живет, но мы должны молиться о том, чтобы в нас обновилась вот эта щука, это желание, и тогда совершится пророчество книги Рут, тогда будет настоящая жатва, жатва, про которую Ишуа сказал, посмотрите, говорит, поля побелели, а делателей мало, потому что делатели потеряли щуку. Я хочу прочитать одно место, оно записано в послании к евреям, оно записано в двенадцатой главе, и там написано, что с восемнадцатого стиха можно высветить, автор пишет, это, наверное, был не апостол Павел, он пишет, вы приступили не горе осязаемой пылающей огнем, не ко тьме и мраку и бури, не к трубному зову глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы не было в нем более продолжено слово, то есть автор говорит, тогда, когда Израиль вышел из Египта и на праздник Шавот подошел к горе и видел эти страшнейшие явления, он говорит, вы не к этому даже подошли, вы подошли к совершенно иному уровню откровения, я не боюсь сказать еще большему, потому что здесь написано, нет, вы не к этому подошли, но сказано со стиха 22-го но вы приступили гореть сион и граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжественному собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьям всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю нового завета и вешуа, и к крови вкрапления говорящие лучше, нежели Авелева, смотрите, не отвратитесь, и вы от говорящего, умейте чуку, чтобы строить царство, умейте чуку, я очень желаю нам всем, чтобы к нам вернулся огонь, желание не просто проводить жизнь пассивного верующего человека, пришел, помолился, аминь, манишма, а кольбиседа, и двинулся назад на свою рутину, но чтобы каждый из нас имел способность спросить у Бога, Боже мой, направь меня, у меня когда-то было желание подумать и сказать, вот, тебе ты это делай, тебе ты это делай, тебе ты это делай, я понял, я не могу, я могу такие вещи говорить в русском коллективе своих сотрудников, но кигила, община, это живой организм, и ты не можешь своей руке говорить, развивая себя таким или другим образом, но ты можешь ободрить каждого, прислушиваться к Богу, оживлять свой внутренний мир, качнуть себя, то, о чем Эфраем сказал, и спить правильного молока, от Небесного Отца, потребного тебе сейчас, не того, которое хватало тебе 10 лет назад, или 5 лет назад, но чтобы твой внутренний человек стал тем взрослым, подобно Руфи, который прорывался через все, чтобы добиться желаемого результата, подобно Давиду, прорывался через все, чтобы добиться результата, мы, охраняемые Новым Заветом, можем не так уж сильно бояться грешить, потому что совесть наша все-таки имеет контакт с Господом и останавливает нам, когда не так или что-то, и моим кивилу, чтобы посоветоваться, так я поступаю или нет, но я хочу призвать вас, имейте чука, желание, ревность, в посланнике времени в 11 главе это названо верой, там написано верою, Авраам сделал то-то и то-то, верою, этот сделал то-то, верою, чука, желание, вожделение или вера, неважно, как оно называется, главное, это иметь и двигаться вперед. Я хочу помолиться за всех, хочу попросить вас встать. Небесный Отец, нет подобного тебе. Мы преклоняем свои сердца перед тобою, ожидая от тебя откровения. Я молю за народ наш. Если ты не пробуждаешь нас, то мы не можем пробудиться. если ты не открываешь наши глаза, то мы не можем двигаться вперед. Так написано, по крайней мере, про наш народ. Кто ослепляет и кто дает зрение. Я прошу тебя, Господь, открой наши глаза на состояние наше и окружающего мира и пробуди в нас желание, подобно желанию Руфи, отвергнуть тьму, смерть, разочарование, падение, изгнание и вернуться, чтобы найти силу в тебе. Прошу тебя, Небесный Отец, помоги каждому из нас исполниться Духом и получить призвание. Мы можем немножко сами помолиться, каждый. Я хочу прочитать слова Павла, которые тоже молитва, и хочу, чтобы мы могли принять их для себя. Леавину Шебошамаем, Небесному Отцу, Господа нашего еще Машефа, от которого именуется всякое Отечество на земле и на небе, да даст нам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верным вселиться Машефу в наши сердца, чтобы мы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящую разумение и руку Абмашефа, дабы нам исполниться всей полнотою Господа, потому, кто действующие нас силой может совершить несравненно больше, чем мы понимаем, думаем или думаем, что мы думаем, тому, кто заботится о нас постоянно, тому слава в обеке Бога. Давайте мы возьмемся за руку. Небесный Отец, ты обращаешься к личности, но ты еще обращаешься к Агану, к общине. И вот мы часть Израиля перед тобой от имени Израиля перед тобой уговорим. Испомни нас всякой полнотой и пониманием. Но не оставь нас зарыхнутыми и сосредоточенными только на себе. Помоги нам выплескнуться наружу, чтобы твое и твоя воля, и твоя сила, и твое откровение стали явны нашему народу, как это совершилось почти две тысячи лет назад, когда стояли посреди Иерусалима шлихин, ученики Иешуа, и сказали, братья, по неведению вы совершили это. А сейчас обратитесь и загладятся грехи ваши и получите от Руаха кодыш и сможете по призванию изменить весь мир. Вы знаете, это призвание нашего народа и присоединившись к ним всех тех из разных языческих народов через Иешуа, Машерха людей. И нам важно исполнить это. Сами мы не можем, но Он может помочь нам. Сами мы не понимаем, но Он может направлять нас. И даже не понимая до конца, мы все равно можем двигаться. Прошу тебя, Господь, дай нам способность. И я молю тебя за те 150 других мессианских собраний в Израиле и за те тысячи синагог и групп, которые собираются в эти дни и завтра, чтобы благодарить тебя. Излей на нас от своего духа, как гни былые. И пусть чудеса и знамения будут показаны небе и на земле и уверуют в Того, Который был пронзен. И чтобы каждый посреди Исраэля был как Давид. Написан нам это. И метризваем ципея чтобы ответить нам. Я прошу бвозь лови наш гали вашэль ваше мвшула хавасpert. Ибарых лиха адонай вайышмир ха еэр адонай пана велиха виху наха иса адонай пана велиха Пусть Бог обродит лицо свое на тебя, помилует тебя, даст тебе видеть свет и даст тебе шалом. Небесный Отец, я благодарю тебя за это время вместе. И мы просим, Господь, чтобы ты продолжил благословлять нас. Все это скажут. Аминь. Аксамер. Я хочу сказать, что здесь есть гости, гости из Белоруссии, которые передают нам привет, гости из Финляндии, из Питера. Откуда еще есть гости? Питер, откуда вы? Алим Хадашим есть, добро пожаловать. Откуда? С Польши? А, Илона, да, правильно? Здравствуй, Илона, с Польши. Мы рады всем вам. Откуда вы? Из Башкирии. Помните башкирский чай или мед? Что там было? А, башкирский мед. А какой чай? А чай какой был? А, просто... Не, индийский чай. Весоцкий чай. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...